Здравствуйте, уважаемые зрители. Мы начинаем новую серию авторской программы «Быть врачом. Привилегии. Помогать и спасать». И я ее ведущая Анастасия Данилочкина. Сегодня гость нашей студии Кирилл Борисович Лумер. Здравствуйте. Представьтесь. Я врач-хирург, заведующий кабинетом интервенционной ультрасонографии городской клинической больницы номер 29 имени Николая Эрнестовича Баумана. Также по совместительству являюсь доцентом кафедры хирургии факультета фундаментальной медицины Московского государственного университета имени Михаила Васильевича Ломоносова. Замечательный такой врач. У нас многосторонний, многогранный. И чтобы собралось такое уникальное сочетание, мы должны начать с детства. Когда вы поняли, что профессия врача – это ваша стезя, когда вы себя почувствовали, то, что будете врачом, вот когда эта нотка включилась? Это же с рождения включается врач. Эта нотка, наверное, включилась с моей мамой, которая с детства мечтала быть врачом, но по убеждению ее родителей. И в те времена, когда она была еще, так сказать, школьницей и студенткой, это считалась какая-то недостижимая сверхмиссия и доступная только детям врачей. Знаете, как у генерала есть свой ребенок, как и у врачей считалось, что в медицину идут дети врачей, профессоров. То есть династия. Да, была какая-то династийность. А у меня вот среди ближайших ко мне родственников, к сожалению, которых я застал живыми, врачей не было, но у нас есть такая семейная легенда, это мамин родной дядя, то есть брат моей родной бабушки, по маминой линии, Александр Копелевич Берлин. Это был один из великих врачей. Он был психиатром, легендарным психиатром, большим, серьезным. Он заведовал кафедрой в больнице Кащенко, больница Алексеева, и он же организовал первое в Советском Союзе отделение психосоматическое. Это особенность отделения такая, что там людей с психиатрическими заболеваниями лечат от обычных человеческих болезней, потому что они не могут, к сожалению, находиться в силу особенностей собственных характерологических с другими пациентами. И вот, соответственно, такое комбинированное отделение, и там лечились такие пациенты. И вот первое такое отделение в Советском Союзе организовал мой, вот, считайте, двоюродный дедушка. Двоюродный дедушка. Да, и про него ходили семейные легенды, что он был гениальным диагностом совершенно. Но он, к моему огромному сожалению, умер достаточно молодым и умер до моего рождения. Поэтому и до меня дошли только вот такие семейные предания, легенды, рассказы от мамы, рассказы от его дочки, моей тете, и все на него прям дышать не могли. Дядь Шура, это что-то такое, икона такая была. И поэтому мама всегда со вздохом, ах, вот врач. И я, честно говоря, в силу каких-то детских своих вещей, таких восприятия, бы не сильно сначала этим горел. Вот, но где-то, наверное, первые зерна зародились еще в классе, может быть, в четвертом, в пятом. И на меня повлияло, как-то ни странно, два советских фильма-сказки. Какие же? Они оба абсолютно гениальны. Один называется «Ученик лекарем», а второй фильм, я его даже пересматривал много раз во взрослом состоянии, я считаю, что это совершенно не детская сказка. Фильм абсолютно гениальный, он называется «Сказка странствий» с Андреем Мироновым. Да, да. С гениальной, совершенно, музыкой шнитки. Да, и, вы знаете, это, наверное, был первый фильм ужасов в моей жизни. Там чудесный совершенно актер, который играл чуму, я его испугался настолько. Действительно, это первый раз в жизни, когда я испугался кино. С другой стороны, я так оценил героизм доктора Орландо, который с ценой собственной жизни. И вот это заранило меня, и я понял, что да, я хочу, что это здорово, это очень круто. А окончательно мое желание стать врачом оформилось, наверное, в восьмом классе. То есть это не вот так вот просто пошел и вот сказать... Вы знаете, не было такого, что вот как бы педалировалось тем, ах, вот если бы ты был врачом. Но просто всегда... Ну, был кокон вот этот, да? Был кокон. Теплоты, любви. Хотя, конечно, мой папа, он очень далек от медицины, он художник. И он вообще очень хотел, чтобы я тоже стал художником. И у меня были определенные попытки. Но медицина это же искусство, как говорили древние. Да, причем он такой художник специфический, он работает с металлом, он не рисовальщик. И я тоже очень много пробовал этого, и мне было это интересно. Вообще вот папа мне привил любовь к рукоделию. Рукоделию. Поэтому, наверное, выбор был именно на хирургию. Я тоже задавался вопрос, почему именно хирургия. Я нашел в себе два ответа на этот вопрос. Первое, потому что это прикольно, потому что ты делаешь руками. Это вот творчество настоящее. А второе, потому что я очень нетерпеливый. Не терпеливый. Вот. Потому что терапевт, он дал таблетку, ждет. Помогло, не помогло. Поменял таблетку. А хирург, ну тут все ясно. Ты отрезал, либо ты молодец, либо ты не молодец. Не молодец. Вот. И все четко, ясно. То есть сошлись генетическое предрасположение. Генетическое предрасположение. Родословное. То есть атмосфера, которая бы питалась, как семя в почву, которые попали. Безусловно. И плюс какие-то обстоятельства, которые вы выходили, а вас туда опять раз и туда. Вероятно. Раз в другую сторону и туда. Плюс я очень удачно попал в свое время в школу. В старшую школу я попал в школу Ямбурга, 109-я школа. И там был медицинский-лицейский класс. Ну вот видите. И как бы все стало ясно. То есть я бы в 8 классе туда перешел из той школы, в которой я учился. А в 9 класс надо было поступать в лицей. И там был гуманитарный класс, там был физико-математический класс, был медицинский класс. Для меня не было вообще вопроса. Я четко собирался идти в медицинский класс. Но, как бывает в нашей жизни, знаете, всегда перед нами... Выбор, искушение. Интересный выбор и искушение. Там был чудесный совершенно педагог по русскому и литературе. И он буквально за месяц до вступительных экзаменов говорит, а как ты не пойдешь в гуманитарный класс поступать, что ли? Я говорю, ну так я не готовился. Ты иди и сдавай. Я пошел и сдал. И поступил в 2 класса одновременно. Но выбор медицины был однозначен. Он на меня очень обиделся. Допускали все-таки 2 варианта. Я не допускал 2 варианта. На самом деле, да, чисто казино. Сдать экзамен. Тут было прикольно просто сдать. Я просто сдал. И просто поступил. И это такое, да. Первая, наверное, такая победа была. Числавия. Понятно. Нет его. Но иногда важно попробовать, чтобы оценить правильность своего пути. Может, иногда мы делаем шаг назад, чтобы понять, правильно ли мы стоим, и на том ли месте. Нужно отойти, да, чтобы понять свои координаты. С медициной это особенно важно. Особенно важно, я знаю. Быть плохим врачом не простить. Есть нескольких людей, которые очень жалеют, что они пошли во врачи. Это глубоко несчастные люди. Потому что мое абсолютное убеждение, что занятие медицины – это болезнь. Это разновидность психоза. Потому что вообще, в принципе, медицина – это такое разновидность сектанства определенной. Абсолютно другие жизненные ценности. Но объективно, я хочу сказать, я не знаю, я буду говорить за себя, но я разговариваю со многими коллегами, друзьями, естественно, в среде. Медикам в немедицинских тусовках скучноватых часто бывает. Потому что те проблемы, которые волнуют обычных людей, людей, которые работают все время с вопросами жизни, смерти, с вопросами качества жизни, с вопросами боли и страдания. Понимаю, что вот те вопросы, которые волнуют людей, они такие суетные, такие мелочные, вообще не имеет смысла на них время терять. Поэтому так. Поэтому некоторые считают, что врачи циники, некоторые считают, что врачи снобы. Да, наверное, отчасти так и есть. Но для этого есть субстрат. Есть определенная профессиональная деформация личности. Это механизм приспособления. Нужно, я бы как бы уточнила вашу мысль. Она действительно очень такая правильная, и в этом действительно что-то есть. И нужно болеть делом своим. Да. Дальше я пошел в медицинский класс. С 9 по 11 класс я учился в 109 школе. И там я был уже погружен в медицину. Что это за предметы там? А там была химия. Я обожал химию. До сих пор ее помню, к своему удивлению. У меня сын старший, старшеклассник. Он тут принес по химии задачу. И я ее выдавал. Господи. Оказывается, помню. А прошло 25 лет. Обожал биологию. И там это как-то так интересно подавалось. У нас там читали лекции преподавателей из 2-го меда. И в принципе этот лицей был ориентирован, именно медицинский лицейский класс был ориентирован на то, чтобы поступать именно во 2-й мед. Мы ездили во 2-й мед в анатомический театр, на кафедру анатомии. К нам приходили оттуда лекторы. Нам было это здание уже родное. Я там с 9-го класса в здании 2-го меда бывал там чуть не каждую неделю. Так клевая школа, такая классная. Она нам была прям заточена на то, чтобы людей развивать все эти интересы. Ну, например, биологию. Мы сдавали зачет по эволюции следующим образом. Наша учительница Ольга Германова Ерыгина. Сейчас классная руководительница моего старшего сына, кстати. Она нас отвела в палеонтологический музей. Каждому раздала поэрии. И мы должны были провести экскурсию по экспонатам. Вот так вот, сходу. И вот мы проводили экскурсию по экспонатам, которые мы первый раз видели. На основании тех знаний, которые нам давали и химия Майя Феликсовна Попутникова. Я помню всех. Физик у нас был Леонид Александрович Логинов. Все близкие, родные люди, которые, как говорил Майя Феликсовна, научили нас учиться. И вот эта любовь к естественным наукам, она, в принципе, никуда не ушла. А что это такое, любовь к естественным наукам? То есть, познать мир, посмотреть, что внутри. Что должен врач обладать в начале пути? Вот эта страсть, она же с чего-то все равно начинается. Это познать, что внутри. Тут сложно сказать. У каждого свой подход. У меня конкретно безумный кайф помогать людям. Помогать, да? Я не могу мимо проходить и ничего не делать. Значит, очень правильно называется передача. Быть врачом – это привилегия. Помогать и спасать. То есть, чувство помощи. А чтобы помогать, надо знать. Поэтому вы учитесь, вы набираете знания, вы это все постигаете постепенно. Знание, опыт. Познаем и раздвигаем границы возможного. С каждой новой сделанной операцией ты понимаешь, что ты сделаешь все. Открываешь новый мир для себя. Ты сделаешь тысячу операций. Даже если будет одна и та же операция, они все тысячи будут разные. У всех свои особенности. Везде какие-то хоть мелкие, но новые решения. Как и жизнь сама уникальна. Поэтому все уникальное то, что вы делаете. Да. Но это тоже тогда произведение искусства. Вы как художником, так и остались. Вы творите живую материю только. Ну и живую материю. Сейчас я занимаюсь, в частности, я же еще и педагог. И я сейчас занимаюсь активно созданием собственного курса. Например, сейчас у меня такой интересный экспириенс. Я сейчас делаю сам разные макеты и муляжи, необходимые мне конкретно для демонстрации того, чего я хочу преподавать курсантам. Я понял, что в продаже того, что мне нужно, нет. И вы создаете. И я это делаю абсолютно сам. Как моя жена меня терпит, я не знаю. Но дома у меня рабочий стол. Это какая-то столярная. Потому что любят. Столярная. Какая-то там ваятельная. Не знаю. Ну там все. Станки. Художником, в общем, вы и остались. Да. В один раз возникли у меня сомнения. Да, были? Пойти в медицину или нет. Это была вообще кошмарная история. Это было в 11 классе. У нас была диспансеризация. А я вот, блин, я знал, что я хочу быть хирургом. Мы пошли на диспансеризацию. У меня брали анализ крови из пальца. Я упал в обморок. Слушайте, со мной была эстерика. Я думал, как я буду хирургом, если я испугался собственной крови. Я упал в обморок. Я, честно говоря, у меня это был огромный страх. Поэтому на первом курсе же я пошел уже дежурить в больницу. И понял, что чужой крови я не боюсь. И все нормально. Здорово. Преодолели страхи и помогаете преодолевать их нам. Максимально, да. Я считаю, что с правильным врачом не должно быть страшно. Чего бы он ни делал. Но как этого добиться, есть разные способы. И по ходу жизни, в общем, понимая, что кому-то надо все объяснить и растолковать. И ему будет спокойно, если он будет понимать, что с ним будет происходить. К другому категорически ничего объяснять не надо. Он ничего не хочет слушать. Ему надо просто зубы заговорить. Вот просто, ну что угодно. Анекдот рассказывать. Я не знаю, историю страшную. О, смотри, птичка летит. Все работает, но очень индивидуально. Любой врач, какой бы он ни был, хирург ли, не хирург ли, если он имеет дело с пациентом, который в сознании, должен быть очень серьезным психологом. А если это реаниматолог, имеющий дело с человеком без сознания, он все равно должен быть психологом, потому что он еще имеет дело с родственниками, которые переживают за того человека, который без сознания. Потому что психология такая, настоящая, не надувная, которая на курсы за 100 рублей, а настоящая кровью потом полученная. Выстраданная. Выстраданная, да. И это очень важно, потому что ключевое слово сострадание. Сострадать пациенту. Понять, чего ему нужно, понять, чего он боится, и понять, как ему, то есть, на некоторое время стать им. И помочь ему с этим страхом справиться. Это очень сложно. Вы проживаете сколько жизней? Это не сложно. Это абсолютно органично. То есть, если у тебя это не получается, то это и не получится. То есть, это как, ну, на мой взгляд, меня этому никто не учил. Я этому никто не учил. Вы родились быть врачом. Понятно. Ну, я надеюсь. Школа закончилась, дали экзамены. Знаете, что, пойдете врачом. Ну, я стал самым счастливым человеком. Самым счастливым человеком. Я стал студентом второго меда. Вы поступили. А вступление было как бы каким-то запоминающимся, эти экзамены, что-то помните? Или это легко все так же случилось? Из всех экзаменов я помню только, что это был какой-то безумный марафон, что это было очень тяжело. Это было тяжело в плане моральном, да. Потому что, несмотря на то, что я был уверен в собственных знаниях, я на Олимпиадах, на прочих всех, то я понимал, что я знаю. Но все равно были сомнения. Все равно были опасения. Ну, вдруг я не поступлю. И вдруг это был, конечно, безумный стресс. Я помню, что после этого я так, ну, просто был вымотан очень сильно. Это, наверное, первый раз, когда я вымотался вот по-настоящему на физических ощущениях. Но когда я выдохнул, когда вот... Ну, не перегорели? Нет, наоборот. Учиться нравилось в студенческие годы, да? Нет, ну, были предметы, которые не были интересны, откровенно скажу, да. То есть, я не был идеальным студентом, у меня не красный диплом. Любимые предметы? Любимые предметы, анатомия. Я пошел когда на первый курс, вот в сентябре я пошел на первый курс, мне так понравилась анатомия, что в октябре я туда устроился лаборантом. Это была первая моя работа. А вот чувствуется ваш темперамент, прям раз, сразу и туда. Да, а я понял, блин, а я здесь хочу тусить еще... Нужен темп всегда, да? Хочу здесь тусить не только во время занятия, а еще и после, а еще и вечером. Вот, и на анатомии зависал очень долго. А что такое, вот поподробнее, для студента-медика занятие анатомией? Что там? То есть, вы изучаете какие-то... Вы знаете, анатомия, которая была у меня, и анатомия, которую преподают сейчас, они очень сильно отличаются. Потому что, я тут узнал, я был безумно удивлен этим, потому что, когда мы занимались анатомией, у нас были препараты человеческих различных органов и систем. То есть, кости были человеческие кости. То есть, все по-настоящему? Абсолютно. Все абсолютно по-настоящему. Череп – это череп. Кость – это кость. Печень – это печень. Матка – это матка. И все. И сердце – это сердце. Это было абсолютно настоящее. То есть, была какая-то... Я не знаю, как там методически получали эти препараты. Да, но были некие невостребованные тела, которые можно было и доступно было изучать на нормальной анатомии. У нас это было, и я занимался тем, что, помимо того, что изучал, берешь там атлас анатомический, берешь там тот же препарат, тот же череп, да, и сверяешь дырочки, и вызубриваешь все. Все же на латыни, там каждая дырочка, каждый бугорочек, каждый крючочек свое латинское название имеет. Это все надо улучшить. Колоссально. Это вот такие тома. Энциклопедические, да? Четыре тома «Анатомия». Это вот четыре вот таких тома. Карл Маркс со своим «Капиталом». Это просто детский лепет. Вот. И это все надо вызубривать, потому что по каждой теме у тебя идет коллоквиум. Каждый коллоквиум, я помню, я первый коллоквиум свой сдавал семь раз. Несмотря на то, что я этим увлекался, но я так понимаю, что это была такая воспитательная мера со стороны преподавателей, немножко вот осадить вот этих бывших школьников, понять, что они пришли в серьезное заведение. Да, и это была серьезная пахота. Я не могу сказать, что я там этого боялся. Мне это очень нравилось. Мне очень нравился латинский язык. Мама не даст соврать. У меня вся комната была залеплена плакатами с латинскими выражениями. Такое любимое. Крылатые. Мне нравятся крылатые латинские выражения. Види, види, види. Пришел, увидел, победил. А такое медицинское что-то ваше? Квэ медикамента нонсонат, ферумсонат, квэ ферум нонсонат, игнессонат. Что не лечится лекарством, лечится железом, что не лечится железом, лечится огнем. Правильно. С одной стороны были плакаты с Орнолевшима Снеггером, а с другой стороны были плакаты с латинскими выражениями. Я зависал в анатомичке, я препарировал тела, готовил препараты для экзаменов. Там целая история была. Надо было приготовить тело со всеми сосудами. Все сосуды надо было выделить, подкрасить. Это многочасовая, кропотливая, очень вредная, кстати, работа. Потому что формалин концентрированный, вонь стоит неимоверная. Он очень резкий, очень запах. Самое главное, ты им весь пропитываешься. Ощущение, что любая еда им пахнет, он достаточно токсичен. Тогда об этом никто не думал. Это для хирурга так? Такси проходит эту школу? Или это все-таки было спецификовое обучение? Нет, ну так было тогда, я не знаю, как сейчас. Я тут узнал к своему совершенно... Родители, мама не рассказывала? Нет, мама этим очень гордилась. Пощадилась. Мама всем своим подругам говорит, вот, мой ночами в морге просиживает. Учится. Она до сих пор очень гордится. Да, вот такое достижение в медицинских семьях особенное. Да. А сейчас, оказывается, учатся по муляжам. Недоступны анатомические препараты. И это меня совершенно повергло. А как можно на пластмассовой печени выучить, как она есть на самом деле? Ну да, то есть изолирует от живой жизни. Ты должен клетку, материю почувствовать. Ну, мне кажется, для хирурга вообще очень важная такая штука, как чувство ткани. Чувство ткани. Да. Ты должен чувствовать, как правильно препарировать, ты должен чувствовать, как мобилизовывать, ты должен чувствовать, насколько сильно ты затягиваешь нить, насколько сильно ты сжимаешь зажимы. Это же все абсолютно тактильная мышечная память, конечно. Конечно. Потом, помню, как учился узлы вязать. Это тоже было. Ведь это же психохирургия, да, если медицина – это сектанство в плане людей, то и хирургия – это сектанство в плане медицины, да. То есть это отдельная такая сами в себе хирурги, как правило, они такие достаточно высокомерные ребята. Я заметила. Всех остальных считают так немножко недоврачами, да, что ну давай, давай, подрыгайся, подрыгайся, когда надо помочь, позови, я приду, все сделаю. Вот. И есть такие отдельные, ну, как у масонов, знаете, тайные-тайные знаки, так и у хирурга, да, супер высший пилотаж, это является там способом вязания узлов. А с какими способами ты умеешь вязать узлы? Я считал, что если ты узлы вяжешь, вот у нас, у нас такая хирургическая достаточно группа была, у нас многие ребята, и тогда занимались хирурги, сейчас занимаются, сейчас многие из них такие достаточно уже известные люди. И у нас было соревнование, а с какими способами ты умеешь вязать хирургические узлы? Я помню, как оглашин, то есть мы ехали, там, например, из института, вечером ты едешь в автобусе, ты на ручку кресла, которое перед тобой, нитку обматываешь и вяжешь. Потом у меня дома была собака такая очень эмоциональная, не тельшнауцер, такие, знаете, породы, они такие брехучие, прыгучие. И была входная дверь из дерматина, и она ее все ободрала в лапшу. Я каждые выходные садился на пол, брал иглодержатель с иглой, и хирургически зашивал и завязывал. Вся дверь там была прошита хирургическими узлами. Но это было кайфово, это было здорово. То есть это как почерк, как интернация? Конечно. И там красивое движение. Хирургия, она должна быть красивой. Это очень красивая наука. Очень красивая. И видно, когда хирург работает с кайфом, у него все понятно. Он спокоен, у него все понятно. Какая бы ерунда ни происходила, он ко всему готов. И другое дело, когда кто-то залезает, там какое-то месиво, не пойми что, то понятно, что человек потерялся. Вот этого быть не должно, на мой взгляд. А это вырабатывается годами, да? Это вырабатывается, как у пилотов, налетными часами. Чем больше ты сделаешь, тем богаче твоя корзина, тем ты спокойнее. Десять тысяч часов, говорят, должно пройти, чтобы достичь успеха. Я свои не считал. Да, недавно, наверное, уже зафиксировали, пошел второй, третий уже оборот. Как минимум 25 лет, не знаю, на часы давайте умножим. Да, так и получается. Удивительно. Это институт, потом вы его заканчиваете, и дальше путь медика, ординатура. Значит, по-хорошему, по-хорошему, в процессе обучения, что такое институт? Институт, грубо говоря, это базовое знание, плюс презентация всех специальностей. Ведь невозможно за цикл, за 2-3 недели научиться быть окулистом, офтальмологом, лор-врачом. Невозможно. Гинекологом ты не можешь стать за месяц. То есть, это презентация всех специальностей. И возможность во всех специальностях погрузиться, посмотреть этих пациентов, посмотреть эти болезни. И принять для себя, что ты хочешь. И я для себя определялся. У меня изначально было два варианта, кем я хочу быть. Я хотел быть либо хирургом, либо реаниматологом. Реаниматологом? И вообще, мое самое первое в жизни суточное дежурство состоялось в кардиореанимации 23-й больницы. Имени Минсантрут. На Таганке. Просто там работал папа моего одногруппника, он там работал врачом. И он нас с ним взял, вот на первом курсе мы были, он нас с ним взял. Вот мы первый раз вообще в больницу пришли. Вот. Мы там дежурили, ну типа как санитары в реанимации, но нам дали сделать укол первый. Мы там судно вынесли, мы ЭКГ снимали. Ну это была движуха, это было здорово. Было интересно. Но потом я попал в склиф и начал там дежурить уже в хирургии. Настоящей экстренной хирургии, да. А когда началась вот самая такая вот практика, которая вот вы прям погрузились и все? Со второго курса. Второй курс. Со второго курса, да. Если на первом курсе я в основном время проводил все-таки на анатомии, и это было прям до глубокой ночи, это было до глубокой ночи в новогоднюю. Да, то, что были в морге по ночам, это я поняла. В новогоднюю ночь, да. Но тут никаких оккультностей, чисто наука. Плюс немного алкоголя, да. Вот. То со второго курса я пошел уже действительно дежурить. И первое место, в котором я дежурил долго, с удовольствием, и сделал свои первые настоящие хирургические шаги, это был склиф. Это была Алла Николаевна Погодина, к сожалению, ныне покойный профессор. Великая совершенно женщина, чудесная. Вот знаете, есть такое мнение, что женщина-хирург, она либо не женщина, либо не хирург. То есть не может совмещаться. Ну, считается, обычно мужиками считается, что нет. Вот Алла Николаевна была женщина с большой буквы Ж, и хирургом с большой буквы Х. Это два, это просто королева хирургии. Она была одной из самых лучших, наверное, самый лучший специалист по лечению болезни пищевода. Это очень сложная патология. И плюс она дежурила ответственным хирургом, и я дежурил с ней. И свой первый аппендицит, первую аппендектомию я сделал с ее ассистенцией. Это было часов в 5 утра, когда вся бригада уже была замучена. А в склифе тогда поступало много, это конец 90-х. Поток такой, да? Поток был бешеный совершенно. То есть там 15-20 операций за ночь, это только в путь. 15-20 операций? Четыре операционных, которые работают вот нон-стоп. Причем это и огнестрельные были, конечно. Тогда же времена были такие интересные. Лихие, да? Да, 90-е годы. Огнестрельные, ножевые, все было. И вот аппендицит, как бы, ну, аппендицит, давай, студент, иди делай, помогу тебе. То есть самая простая, грубо говоря. Для нее это было такое, это проходная штука, а для меня. Да. Вы знаете, вот первый секс так не помнишь, как первая пиродокномия. В общем, хирурги всегда сравнивают с эротическим ощущением. Это так сильно, да? Да, потому что, блин, эротические взаимоотношения, потому что, понимаешь, что мужчина овладевает женщиной. А тут мужчина овладевает специальностью. Ну да, вот вам аналогия. Покорение. Тебя чувствуешь совершенно другого суда. Самцом. Самцом. Овладевателем. Да. И это такое, да. Первое крещение, да? Первое крещение. Первое крещение, да. А потом, потом у меня был виток такой небольшой. Я думал заниматься нейроваскулярной хирургией. И год я пробыл в институте нейрохирургии Бурденко в сосудистом отделении. Там, кстати, я впервые увидел рентгенорадиологические операции эндоваскулярные. Вот то, чем один из ваших гостей занимается, Руслан Геннадьевич. Там я увидел операции рентген-эндоваскулярные на сонных артериях и открытые операции на сонных артериях. Но что-то как-то не зашло, и я вернулся обратно в экстренную абдоминальную хирургию, но уже в 31-ю больницу. То есть, хирургия абдоминальная у вас была? Абдоминальная, да. Да, общая абдоминальная хирургия, да. Пришел я в 31-ю больницу, это был 99-й год. Куда я пришел студентом, пошел на кружок под руководством тогда доцента, а ныне профессора Сергея Евгеньевича Ларичева, на кафедру Сергея Георгиевича Шаповальянца, и тогда еще живого и здорового Юрия Михайловича Панцирева, великого человека, вообще одного из столпов отечественной хирургии. И вот в той школе я уже завис надолго. Там я был до 2014 года. И там я вырос фактически от студента. Там я прошел клиническую ординатуру, там я прошел клиническую аспирантуру, там я защищался, там я стал ассистентом, потом доцентом кафедры. Ну и вот. Постоянно учились и совмещались с практикой. Там, да, я учился и преподавал, и оперировал, и дежурил, и ссорился, и влюблялся, и женился. Все там произошло. 31-я больница, такая колыбель моя была. Очень ее люблю, очень теплом большим вспоминаю. Чем больше ты занят, тем больше успеваешь, получается. А тайм-менеджмент, он такой тоже хороший, очень полезный навык. Главное все с любовью делать. Главное не суетиться. Еще не суетиться. Не суетиться. Топиться надо. Помню интересная была история, в 31-е такая, первый раз сталкивался по типу с военно-полевой хирургией. То есть там было, в Юсевсклифе я там, естественно, сталкивался с огнестрельными ранениями, ножевыми ранениями. То тут я, например, впервые столкнулся с массовыми поступлениями. Было, честно вам не скажу, какой год, был пожар в общежитии РУДМ. РУДМ там рядом находился, на 26 бакинских комиссаров. И оттуда привезли за 5 минут человек 50, наверное. И это были выпрыгнувшие из горящего здания люди, с переломами, с открытыми, с закрытыми, с ожогами. И это просто как в деревне после ковбрового бомбометания. При этом, что это еще РУДН, они иностранцы, они до этого-то плохо русским владели, а тут ошалели, забыли все, и русский, и английский. То есть это фантасмагория. И так вот быстренько, я помню, как тогда Сергей Евгеньевич Ларичев, мой учитель, был ответственным хирургом. И он говорит, так, ребят, все, по Пирогову поехали. Карточки зеленые лежат, значит лежит, оранжевые подаем в операционную, красные в реанимацию. А писать потом все напишем. И вот мы их там раскидали, часа за три мы их, наверное, раскидали. Тогда действительно, тогда оперировали, было две экстренных операционных, мы оперировали в двух операционных, еще на двух каталках между ними. Это было клево. На самом деле это был мега драйв. Ты заканчивал операцию, срывал перчатки, надевал следующие и шел дальше. Вообще не было времени ни уставать, ни жаловаться. Мы потом поняли, что в туалет ходили часов 20 назад. А было не до этого. То есть мозг полностью переключается на ощущение спасения. Ты вот в это погружаешься, абсолютно в этом как рыбу в воде, тебе больше вообще ничего не надо. То есть ты оставляешь себя, наверное, да? А потом ты не думаешь. Ты думаешь, а здесь и сейчас. Ты думаешь, вот он остановился, его качаем. Вот здесь пневмоторок, здесь надо трубу поставить. Здесь вот так, здесь лапароскопия. Вот это была моя стихия. Наверное, такой пройдешь, и все уже остальное. Ну, кажется, да. Кажется, да. Особенно я помню, вот в радионатуре, когда были, мы думали, блин, такие уже крутые, можем уже стать ответственными хирургами. Потом, когда становишься ответственным хирургом, вы же ехалипали. Как же было хорошо радионатуре. Ну, это здорово, на самом деле. Ощущение взрослости, ощущение. У вас жизнь как-то прокатила по таким ярчайшим. Вы сами темпераментные, да? И жизнь вам дала почувствовать какие-то критические точки. Да, она постоянно дает. Постоянно дает. Это моя стихия. Я без этого тухну. К сожалению, не умею отдыхать. Вот, наверное, самая большая проблема. Вы отдыхаете в процессе? Нет. Вот интересно, я всегда задалась этим вопросом. Вот врач, он как отдыхает? Вот где эта энергия? Где у него кнопка вдохновения он черпает? Где стоп, где пауза? Он же не может сам это сделать. Очень сложно. Заряжаетесь чем? Очень сложно. Просто находиться дома очень тягостно. Очень тягостно. Я прям, ну вот поел, поспал, елки-палки. Где моя хирургия? Да, ну что такое, не звонит мне. Ну, может, сам кому позвонил. Ладно. А так, чего? У меня есть, я играю в рок-группе. На барабанах. Музыкант. Ударник. Да. Да, барабанщик юный. Это очень здорово. Это очень оттягивает. Вообще сами по себе барабаны – это очень специфический музыкальный инструмент, потому что он загружает голову на 150%. Это, ну, если не попробовать, это объяснить очень сложно. Каждая конечность движется по-своему. Далеко. И вот рассинхронизация этого всего – это такая именно мозговая деятельность. И она занимает настолько большой объем оперативной памяти, что ты больше ни о чем не думаешь. Плюс это очень классный фитнес, потому что ты выходишь после трехчасовой репетиции, мокрый, весь как мышь. Абсолютно. Как из бани. Ты стучишь, ты входишь в этот газар. Да, да. Ты сам становишься музыкой. Ты в движении, ты в груве, да, ты там весь абсолютно. Другой вариант отдыха, который я очень люблю, но, к сожалению, не часто могу себе это позволить – это рыбалка. И в данном случае, причем даже рыбалка не ради какого-то трофея. Вот реальный кайф уехать куда не берет телефон, чтобы это был рассвет, чтобы туманчик внутри кой. Вы романтик. Птички черепают. Ой, господи. Это просто пофигу, не будет оно клевать. И ладно, и бог с ним. И слава богу. Рыба скользкая, мерзкая и вонючая. Но когда клюет, это же, ой, ее же достать. Это же интересно. Вот это да. То есть вещи, которые могут в себя погрузить полностью. Любимая работа. Любимая работа, любимая, да. Любимое хобби, занятия, везде вы себя находите. Ну, мое основное хобби – это работа, да. Все остальное – это хобби к хобби. Переходим к больнице, да, легендарной нашей больнице химической больнице, больнице 29-й имени Баумана, потому что она имеет уникальную историю, та же община и сестер милосердия. Изначально, да. Которая основала Наталья Борисовна Шаховская. Легиня, да. Княгиня, намоленное место, да? Да. Вот это община сестер милосердия. Помимо того, что вы там и работаете, и уникальный хирург, и предан этому месту, и с любовью там все делаете, вы еще изучаете историю этого места. Вот поделитесь. Расскажите. Очень атмосферное, очень атмосферное место. Вот что это за община сестер милосердия. Значит, это очень интересная история. Княгиня Шаховская, это конец 19 века, это 865 год, если не ошибаюсь. История такая, что у княгини был семейный врач, доктор Гаас. Очень известная личность в московской медицине. Он был доктор, смотрящий за больницами тюремными. И он был такой очень большой гуманист, и он заботился именно... Меценат. Меценат, да, безусловно. И сподвижник сестричества. И он был семейным доктором у князей Шаховских. И он Наталью Борисовну знал буквально с рождения. И когда была эпидемия ТИФа, она пришла к нему в больницу проситься работать у него с сестрой милосердия. И он сказал, что иди отсюда, здесь княгиням делать нечего. И тогда она улеглась на койку, где только что был ТИФОЗный больной. И сказала, теперь вы меня никуда не выгоните. И фактически так пошел вот этот посыл сестричества. И была очень интересная идея. Вообще тогда была мода большая именно на сестринство. Потому что была Крымская война, было множество там разных военных действий. И был поток раненых в том числе. И была еще очень большая бедность населения. И обеспечения медицинское здравоохранение как такового. Развитого не было. То есть, в этом была объективная, очевидная потребность. И вот такие благородные, небедные, надо сказать, люди горели тем, чтобы помогать. Конечно, первая книжна с таким образованием знала языки. Фрейлина, нашей императрицы, Александра Федоровна. То есть, она приближенная к высшему свету. Она приближенная совершенно. И здесь вдруг в это во все окунуться, в это как бы месиво, в страдания. В страдания, в грязь, в антисанитарию. Такой подвиг, да? Да. Это был абсолютный подвиг. И она на свои деньги это все организовывала изначально. Потом, естественно, подключились меценаты. Но вот началось все это с того, что она собрала своих единомышленниц. И они организовали такую обитель, такую... Общину, сестер милосердия. Да, сестер милосердия, да. И обозначили ее как утоли моя печаль. Да, в честь иконы мужематери, утоли моя печаль. Да, которая сейчас есть на территории нашей больницы. Это как бы надвратная икона, древняя икона, она у нас есть. Для того, чтобы организовать нечто такое, она приобрела несколько старых полуразрушенных зданий, которые были бывшим имением графа Орлова и Лефортова. Через дорогу от известного госпиталя. И по сути, по сути, свои сестры начали с того, что они работали сестрами в этом госпитале. Там было построено три маленьких домика, которые сейчас являются административными зданиями нашей больницы. Тогда это было не что иное, как общежитие для этих медсестер. И само имение разрушенное было восстановлено на деньги княгине. И там была открыта первая клиника. И клиника эта была изначально психиатрическая. Занимались самыми, что называется, непрекаянными тогда пациентами. Потому что психиатрии как такового не было. А там был такой светилок, как доктор Корсаков, известный в психиатрии. Была его клиника. А потом было очень много перипетий. И в свое время, в 2015 году, когда мы праздновали 140-летие нашей больницы, я занимался активно сбором информации. И мы восстановили эту историю. Восстановили эту историю. Даже сняли небольшое кино по этому поводу. И открылось очень много интересных фактов. Очень много таких вещей и интересных личностей, которые были в нашей больнице. И интересные перипетии, как больница была то фронтовым госпиталем, то была самой продвинутой, что называется, многопрофильной клиникой. То опять психиатрия. То опять война. Потом гражданская война. И, соответственно, дальше полная разруха запустения. И опять возрождение. В начале века княгиня умерла, к сожалению. В 906 году. В 906 году. К счастью, она не дожила до революционных безумств. Не увидела это все. И мракобесия. И больница ожила только где-то к 20-м годам. По-моему, в 23-м году, если не ошибаюсь. И дали ей имя. Имя Баумана. Ей присвоили имя Николая Нестовича Баумана. Как мы разговаривали, обсуждали с нашим тогда главным брачом Ольгой Вилленной Папышевой. Очень тоже интересной, неординарной, прекрасной личностью. Говорят, он был самый безобидный революционер. Он не убил никого. Ну, вот видите, какое место. Был такой революционер-романтик. И, в принципе, и место такое романтическое. А потом потихонечку восстановили храм. Потихонечку восстановили имя. Потихонечку восстановили. А традиции восстанавливать не пришлось. Их никто не терял. Вот. А традиции, да, вот этот дух какой-то, дух подвижничества, дух помощи, оно как бы само собой разумеется. Но когда ты туда приходишь, там приятно, там здорово. Место, оно как бы намагничено. Да, там может быть нет вот этого хай-тека. Хотя, в общем, всунули МРТ и КТ. Но там слишком многим людям помогли. Помогли, да. От всей души. И, наверное, это создает атмосферу правильно. Слишком много молитв было вознесено небо. Слишком просьм много, которые вот пришли. И вот это выздоровление там, оно распространилось вот на все. На каждую травинку, на каждую скамеечку, на каждую улочку. Туда приходишь, вот отдыхаешь даже душой. Да, там приятно. И не зря икона Утали Моя Печали, которая является как бы главной, да. Она покровительница была общины. И сейчас называется больница имени Баумана. Но все равно там есть храм. На логотипе у нас Утали Моя Печали. Да. И храмовый кукол, да. Остался, да, на как бы этих вратах. И храм Воскресения Славущего, который тоже... Тоже восстановили и действуют. Внутри находится. И не зря вот это название Утали Моя Печали. Очень интересное изображение Богоматери, да. Это приподнятая рука, приложенная к лику. Это мы делаем такой жест, когда хотим кого-то услышать. Услышать. То есть это вот услышанная просьба. Что такое больница? Мы либо сами лечимся, просим об исцелении. Либо за своего близкого, да, просим о ком-то. И это столько было вознесено молитв, что все там вот просто заряжено вот этой энергией света. Безусловно, безусловно. Удивительное место. Место приятное, да. История места и история профессии сошлась. Мне кажется, очень важно. Да, безусловно. И еще диковинка вашей территории – это роддом. Появление на свет новой жизни, спасение, вот эти вот иконы, намоленности, историчность этого места. И плюс вот это рождение, которое там происходит. И я почему спросила о роддоме? Потому что хирургия, и в частности, вы имеете как бы сопричастность. Если там происходят какие-то сложности, да, то вы и там. Причем сотрудники роддома считают, что это не роддом при больнице, а больница при роддоме. Пересекаемся мы очень серьезно, и в частности, вот, проблемы тех, кто у нас родил. Да и не только у нас родил, да, сейчас мы активно занимаемся. Вот сейчас одна из ведущих вещей, которой я занимаюсь, это современное мини-инвазивное лечение маститов, кормящих мам. Вот. Переходим к следующей вашей, как бы, ипостаси. Да. Вот что это такое? Мастит, да? Да. Вы эксперт в этой области. Да. Поясните. Безложное слово эксперт. Эксперт – это человек, совершивший самое большое количество ошибок в твоей области, в которой он таким является. Это правда. Вот. А случилось все очень здорово. У нас есть замечательный совершенно руководитель службы грудного вскармливания нашего роддома, Ольга Дмитриевна Руднева. Великий совершенно подвижник грудного вскармливания, чудный совершенно доктор, замечательный, и одна из матерей-основательниц так называемой АКЕФ, Ассоциации консультантов естественного вскармливания. То есть, она учит людей, как помогать кормящим мамам. И это целая школа, целая наука. И, в частности, она предложила мне в свое время попробовать помочь. Одна девочка была с гнойным маститом, с абсцессом, то есть, гнойником в молочной железе. То есть, это часто случается, в принципе, в роддоме такая проблема, да? Ну, оно, как правило, в том-то и дело, что оно, как правило, случается не в роддоме, оно случается после роддома. А, после роддома. Оно случается где-то к концу первого-второго месяца кормления. То есть, когда вроде бы уже из роддома вышли, и совершенно непонятно, куда идти. Потому что они идут к гинекологам, гинекологи открещиваются, что это как бы не гинекологическая история. Они идут к мамологам, мамологи тоже, как бы, ни при чем, потому что мамологи, это скорее онкологи. Они думают, а как идти в хирург? Хирург же разрежет. Это же некрасиво, больно, ужасно. Это действительно так до недавнего времени. И, к сожалению, и сейчас в нескольких больницах это практикуется активно. Мы начали применять те навыки и методы, которые мной используются для лечения многих разных других заболеваний. Это мини-инвазивные операции под контролем УЗИ. То есть, мы, грубо говоря, через микропрокол 1-2 мм можем достать практически любой локализации, любой сложности гнойник и его вылечить, при этом сохраняя грудное вскармливание. При этом не нужно госпитализироваться в больницу, что для кормящей мамы является очень важным, принципиально важным моментом. Дома же секилявка мелкая, которая без нее совершенно никак не может. Малыш, который без мамы не сможет. Да, и папа, который не сможет без мамы с малышом на руках. Со всех позиций это медицинские очень важные, это интересные, и это социально очень важные, интересные. И это пошло, и начали мы с того, что первый раз, по-моему, мы это попробовали в 2015 году, и за 2015 год мы сделали человек 10, то за 2021 год у меня прошло больше 300. Больше 300 пациенток, кормящих с маститом, из них госпитализировали мы, человека три, наверное. И то, двоих из них мы госпитализировали, потому что они сами хотели лечь в больницу, то есть к этому не было серьезных, так сказать, медицинских показаний. Но желанием пациента есть желание пациента. Вот, и дошло до того, что, например, из Хабаровска ко мне девочка приезжала с маститом. Из Казахстана ко мне девочки приезжали с маститом. Это работает, это здорово, но чем больше этим занимаешься, буквально сегодня мы это обсуждали, тем сложнее случаи представляются, и даже вот сегодня была девочка, там очень сложная история, она пока еще не разрешилась, но я уверен, что она разрешится, и я ей говорю, слушай, если бы ты попалась мне, когда я только начинал этим делать, я бы, наверное, не стал этим заниматься, потому что, ну, чем больше опыт, тем больше ты пытаешься раздвинуть. То есть вы уже точно знаете, что поможете. Да. И вот эта профессия, она наложилась на ваш опыт как хирург? Она не накладывается, она как бы тоже является хирургидом, но это отдельное направление моей деятельности, одно из многих, и одно из очень интересных, а самое главное, как я говорю, кармически очень приятное. То есть такой позитивная отдача, как от спасенной мамы, особенно она еще с мелким приходит, это такая прелесть. И мамы, и малыша, который только вступил в этот мир, который зависит от мамы, от ее вскармливания, от ее спокойного состояния, чтобы она была, дала ему, продолжила жизнь в нем. То есть вы прям спасаете двоих. Обязательно, троих. Папа тоже очень переживает, очень папа переживает, а иногда еще и теща. Но это здорово, это мне очень нравится, это очень позитивно. Здесь обязательно должен быть именно хирург, да? Специфика очень хорошо, как я выразилась, наложилась на эту специальность. А тут сложно сказать, кто тут должен быть. Тут сложно сказать. Дело в том, что каких-то вот таких жестких привязок, кто этим должен заниматься, нету. Поэтому и проблема. Они не знают, куда им идти. Есть мамолог, да, вот казалось бы, заболевание молочной железы, мамолог. Но мамолог – это онколог. Это человек, занимающийся новообразованием. И воспалительные заболевания вообще не его история. Хорошо, акушер-гинеколог. Но акушер-гинеколог, ну, как бы ниже существенно. Соответственно, остается хирургия. То есть проблема такая болталась, да? Она как бы повисла. Она повисла, да. И мы сейчас думаем и работаем, как сорганизовать правильно маршрутизацию этих пациентов, как систематизировать людей, которые помогают этому. И в этом я тоже вижу свою миссию, одну из. В общем, много у меня миссий? Миссий много, да. Полимиссионер. Полимиссионер. Понятно. Ну да. Но это все очень интересно. Это же драйв. И вы одинаково это все как-то любите и понимаете. Это же еще важно и любить, и понимать. Насколько я еще всего, чего хочу сделать. Вы же еще занимаетесь палеотивной помощью. Вот расскажите об этом. Да, палеотивной помощью я занимаюсь давно. Это в рамках больницы? Да, это все в рамках моего отделения, в рамках мини-инвазивных моих методов, которыми я активно занимаюсь. Это также функционно-дренажные различные процедуры под контролем ультразвука и рентгены. Туда входит лечение патологического накопления жидкости в организме. То есть, например, такая есть история у многих пациентов. Касцит. Когда накапливается большое количество жидкости в брюшной полости, мешает дышать, болит. И все, и мы лечим таких пациентов. Накопление жидкости в плевральной полости, плеврита. В том числе и плеврита на фоне онкологических запущенных заболеваний. Это такие самые простые вещи. А есть самые сложные, самые интересные, самые технологичные. Когда патология идет, допустим, желчных протоков, внутрепеченочных путей. Это всегда очень интересно. Это самый сложный пласт моих операций. И самый, наверное, мой любимый. Потому что он самый вариабельный, самый, скажем так, требует больше всего опыта, больше всего времени, больше всего инструментов. Самый сложный. Поэтому самый любимый. Самый заковыристый, самый вариабельный. И когда получается какая-то тяжелая, разрешить тяжелую желтуху красиво и сохранить пациенту при этом качество жизни, хорошо это, конечно, ощущение настоящей медицинской победы. Выходишь грудь колесом. Вот она привилегия. Помогайте спасать. Да, это кайф. И, в принципе, да, когда ты можешь хоть как-то, хоть чем-то помочь пациенту, даже ты понимаешь, и ты понимаешь, и он понимает, что, в общем-то, как бы вопрос нескольких недель, дней, месяцев, неважно. Но помочь сделать эти несколько недель, дней, месяцев не мучительными. помочь максимально сохранить себя как человека, а не как сгусток боли и страдания. Поддержать. Потому что палеоативная помощь – это же не только операция. Это обязательно поддержать человека, быть с ним на контакте, постараться успокоить. Потому что ему же безумно страшно. Они же все знают, к сожалению, что вот с ними случилась такая беда, и ты понимаешь, что все, ну как бы, они это знают прекрасно. И ты это знаешь. И с ними можно говорить достаточно откровенно. С ними можно, их нельзя обманывать ни в коем случае. Потому что, ну, как бы, это, по-моему, грех большой. Но при этом… Хирургия, кстати, очень честная действительно наука. Там нельзя вот собрать, слукавить. Она очень правдивая. Здесь прямо око на тебя смотрится выше. Такое, что здесь нельзя шаг в сторону. Как бы, как ты соврешь? Твой косяк, вот он виден. А на кону жизнь, да? Да, да. И как бы, чтобы ты не прятал голову в песок. А иногда очень хочется. Иногда очень страшно. По-настоящему иногда очень страшно. Вот я единственное, что, наверное, самое тяжелое в хирургии. Я думаю, что у каждого врача, у каждого хирурга, безусловно, есть свой багаж негативный, багаж осложнений, багаж погибших пациентов. И они не забываются. Ты несешь это, да? Да, и ты это несешь. И это очень тяжелое время. И это как раз, это и бессонные ночи, это и седые волосы, это и переживания. Это очень тяжелые, глубокие личные переживания. Потому что ты не смог. Ты все сделал, что мог. Ты сделал все, что... Но ты не смог. То есть тебе было вменено как бы помочь, да, перестроить, продлить жизнь. Да, то есть вот такая на тебе была ответственность, радость. Такой прям божественный восторг, когда помог. Особенно, особенно, особенно угнетает осложнение. То есть когда ты рассчитывал на успех, а что-то пошло не так. И ты, безусловно, себя коришь. Хотя можно найти кучу оправданий. Нитки плохие, аппарат не сработал, наркоз плохой, пациент не такой. Медсестра криво посмотрела. Но всегда это виноват все равно ты. Ты же сделал. У тебя не получилось. Вот я не знаю, как другие врачи. Я для себя, я это очень лично переживаю. Очень тяжело. То есть это такой груз ответственности, да? Это груз ответственности очень персональный. Очень персональный. И о многих... Ну не о многих, к счастью. Но о некоторых случаях я до сих пор очень-очень жалею. Мне действительно очень-очень жалко, что я не смог помочь людям. Что вышло вот как-то так, не как хотелось. И это грустно. Это такая вот душа ранимая. Это удивительно для врача. Как вы себя сохраняете? Такую вот живую жизнь еще сохраняете, живую душу. Ну, как? Ну, нельзя. Ну, наверное, это подталкивает дальше делать, дальше спасать, да? То есть это тебя подвигает. Главное тут не уходить в глубокое самокопательство, безусловно. Потому что ты у себя найдешь всегда очень много негатива. Ты себя знаешь лучше, чем кто бы то ни было. А что не найдешь, то да придумаешь обязательно. Ну, так мы устроены. Не было такого, все, я уж ухожу из хирургии. У меня там не получилось, я ухожу из хирургии. У меня такого не было. Но сказать, господи, да чего ж тяжело-то, почему ж так? Вот это было, бывает, наверное, будет. Потому что не ошибается только тот, кто ничего не делает. Да, это правда. Так и так. И вы приходите, опять начинается рабочий день. Опять люди, которые в вас нуждаются. Опять мы протягиваем к вам руку. Абстрагируешься от этой ситуации, эту ситуацию. И вновь идет спасение. Переживать потом, а пока есть дело, есть дело. Ну, жизнь, это и есть циркуляция. Наверное, вы как врач наиболее это понимаете. Начало, конец, начало, конец. Это всегда движение. Да. Это всегда круговорот. Ну, иногда на диване полежать. А вы в этом, вы являетесь как бы циркуляцией этой жизни. Помогаете качественно литься. Ну, скажем так, подкручиваем винтики, чтобы не отвалилось ничего. Да, хороший театр. В процессе циркуляции. Замечательно. И что бы вы пожелали нашим зрителям? Какие вот советы? Да, вот вы проникаете в самую суть, в самую боль. К вам приходят как бы страдающие, немощные. Вот у вас какие-то вот для нас, как бы пациентов или просто людей, советы? Как говорил Атос, советы давать дурная затея, пожелание, не бояться болезней, потому что неизлечимых болезней нет. Так. И найти своего врача, которому вы доверяете. А что это такое вот почувствовать? То есть ты должен полностью доверять? Вот что это такое связь пациент и врач? Связь пациент и врач – это история гораздо более глубокая и близкая, нежели интимные отношения, нежели даже отношения матери и ребенка. Потому что дети далеко не всегда нам рассказывают. Но не все можно рассказать. Не все можно рассказать. А врачу можно и нужно рассказать все. Потому что врач – это человек, который тебе поможет просто по факту того, что ты к нему пришел. Если это настоящий врач, а к ненастоящему не надо ходить. Вот. Так. И я надеюсь, естественно, в основном очень хочется, чтобы у наших дорогих телезрителей в основном не было повода обращаться к врачам. За исключением каких-то плановых обследований, диспансеризаций. Но если вдруг случилась беда, ищите своего врача. Ищите того, кому вы доверите себя. Кому вы сможете открыть себя. И тогда все будет хорошо. Ну, благодаря циклу нашей передачи мы таких врачей о них рассказываем. Проникаем в их судьбу. Проходим, проживаем с вами эту жизнь. Вот как за счет чего складывается такая судьба. Это очень интересно. Такая вот уникальная, какая-то выстраданная. Ну, судьба, она у всех складывается. Спасибо, что впускаете в этот путь. Это очень интересно. Как формируется путь врача? Ведь это же такое вот самоотречение. Ну, то, что вы, как вы говорите, получаете удовольствие и прочее, прочее. Вы сколько отдаёте? Сложно померить, сколько мы отдаём. Но это, на самом деле, одна из самых кайфовых и крутых специальностей, которые есть. И тут с нами могут сравниться только, не знаю, лётчики-космонавты. Да, мы делаем такие штуки, которые большинству сделают слабо. Да, удивительно. Поэтому вот программа предназначена, чтобы таких хороших врачей и показ, настоящих врачей, которые родились в этом коконе, которые поняли своё предназначение и истинно его несут на протяжении своей жизни. Спасибо вам большое.